Геральт Вот скажите мне, любители знатоки Ведьмака, а кто самый верный спутник Геральта? Кто никогда не бросает его по собственной воле даже в самую трудную минуту? А если внешние обстоятельства слишком печальные, то возвращаются по мере возможностей? С кем Геральт проводит больше всего времени? Кто помогает коротать одиночество и всегда готов выслушать? Кто может побороться за любовь Геральта наравне с Трис, Йен и Шани и даже возможно с Цири? Кто больше всего и чаще всего испытывает на себе действия Аксия, а потому приобрела достаточно выдающиеся способности, особенно сильно раскрывшиеся в третьей части Ведьмака? И наконец, в честь кого даже названа целая школа, которую мы сейчас с вами любезно проходим на стримах? Правильно, наша любимая и верная платвичка. Нет более постоянного друга и спутника, чем верная кобылка по имени Платва. И не важно, что периодически сама лошадь меняется. Платва всегда остается платвой. И эта лошадка способна явно на большее. Мне всегда было обидно, почему во всех приключениях она с нами участвует, а в бою ее практически никто не использует. Сегодня мы исправим этот недостаток, и я предлагаю вашему вниманию кавалерийский, то есть конный билд, который позволит крошить врагов на мелкий рубленый фарш, восседая на могучей платве. Но перед тем, как мы поедем обезглавливать врагов севера на верной платвичке, хочу посоветовать вам канал Эликсира, моего коллеги по цеху ютуба и ведьмачьей вселенной. Очень качественно и главное, еженедельно по расписанию, рассказывающего о всех персонажах вселенной ведьмака, концентрируясь именно на истории, характере и влиянии этих персонажей на мир Неверленда. Подписывайтесь на Эликсира и узнавайте больше о персонажах из вселенной, первая ссылка в описании. А теперь самое время сказать ПОЕХАЛИ, ну или скорее даже ПОСКАКАЛИ. Привет ковбой, с вами Войсеребус и просто канал об играх. И первое, что вам нужно сделать, это забыть все, чему вас до этого учили. Я помню, как во время первых билдов неоднократно повторял, что Ведьмак 3 не сложная игра, и что главное научиться вовремя ставить блоки, отскакивать, использовать бомбы, арбалеты, знаки, эликсиры, ну и так далее. Сегодня же вам, да и мне, необходимо забыть все это и освоить совершенно новый навык. Умение бить по монстрам, находясь в галопе платвы. Может показаться, что тут нет ничего сложного. Что меч длинный, что враги не маленькие, да еще и замедление времени работает. Но не тут-то было. Из-за скорости платвы в галопе, ты иногда неправильно рассчитываешь удар и бьешь либо слишком рано, либо слишком поздно. Впрочем, благодаря той же самой скорости, враги нас обычно не успевают ударить в ответ. А значит, достаточно просто развернуться и попробовать еще один разок. Как мне показалось, во время записи, идеальное время для удара, это тот момент, когда вы поравнялись с врагом. Не заранее, не после, а вот именно тогда, когда тело ведьмака находится на одной линии с телом жертвы. Тогда это должно работать просто на отлично. Итак, если уж речь зашла об особенностях билда, то вот что я вам скажу. Во-первых, находясь на платве, вы не можете пользоваться знаками. Ну, точнее можете, но только одним, аксием. И использовать его только для того, чтобы успокоить платву. Причем, зажав кнопку использования знака, вы будете успокаивать платву вечно. Видимо, не давая ей сделать что-то ужасное, ну или наоборот, заставив ее это сделать. Помимо знаков, можете забыть о таких умениях, как вихрь, разрыв, лучшая атака нападения. Вы не можете использовать блоки, отскоки, кувырки и увороты. А значит, если вы попадете в кучу врагов, то они вас легко пошинкуют на мелкие кусочки. Вам останется только ловя удары бить в ответ. Причем, довольно медленно. Но при этом, вы можете использовать арбалеты и бомбы. Что в совокупности с билдами на арбалетчика и бомбер дает вам новый простор для маневров. Для тех, кто только к нам присоединился, крайне советую посмотреть эти самые билды на бомбера и арбалетчика. Они крайне интересные и забавные. Да и вы для себя откроете много нового. Ссылки будут в описании. Также есть прям отдельный плейлист, посвященный билдам. В рамках которого мы уже разобрали более 30 билдов. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. А те, кто все уже видел, понимают, что с плотвой все эти билды лишь станут сильнее. Ну или почти все. И кстати, именно это и есть главная особенность плотвы и сражений на ней. Фактически нет необходимости строить под верховой бой отдельный уникальный билд. Ведь как минимум плотву не везде с собой возьмешь. И не всегда в ней удобно драться. Но находясь на плотве, вы получаете буст к мобильности и выживаемости. Что делает любой ваш сетап на порядок сильнее. Но все же, если вы хотите попробовать против Ведьмака не на секунду, не расставаясь с плотвой. То вот вам мой набор для прокачки. Самое главное помните, что находясь на плотве, все ваши удары это мощные, сильные, тяжелые удары. А значит усилить их можно именно прокачкой этих самых мощных ударов. Более того, это именно удары мечом. А значит на него работают все бусты по увеличению урона. Красные навыки, мутагены, эликсиры, отвары, эйфория и даже полная шкала адреналина. Но что самое главное, если бить врага находясь в галопе, то все ваши удары автоматически становятся критическими. Каждое попадание по противнику наносит увеличенный урон благодаря стопроцентному шансу на криты. А вы в этот момент не получаете обратного урона, так как слишком быстро проноситесь мимо врага. И он просто не успевает отреагировать. Это значит, что ваша цель максимизировать гольную атаку. И не париться насчет шанса крита и вашего порога выживаемости. В качестве прокачки советую классический атакующий билд с максимизацией силы атаки. Три красных навыка из линьки тяжелых ударов, силовая тренировка, сокрушительные удары и хлипкое оружие. Особого смысла брать разрыв нет, ибо на платве его не применить. С другой стороны, тесты показали, что на 50 уровне прирост атаки от этих навыков не так уж сильно и велик. Как от 60% мутагенов, 200% эйфории и прирост урона от силы крита. Так что если вы не любите мощную атаку, можете спокойно вкладываться в быструю. Или берите все. Учитывая тот факт, что именно в рамках билда для платвы, я бы взял дополнительно только навык лезвия бритвы, для получения очка адреналина и увеличения урона. А также смертельную точность, для периодически мгновенных убийств. Что в совокупности с мощной атакой дает всего 5 навыков, чего очень мало для максимизации силы от красных мутагенов. Нам же необходимо 10 красных навыков, а значит легкие вплоть до вихря, тяжелые без разрыва, но с хлипким оружием, а также классический набор на сохранение адреналина, уклонение, дополнительное очко адреналина и мгновенное убийство. Из зеленых навыков нам нужны только повышенная сопротивляемость и приобретенная стойкость для максимизации силы мутации эйфория, а также синергия для увеличения мощи мутагенов. Из желтых навыков только техники школы кота для увеличения силы крита. Но если у вас есть проблемы с очками навыков, то можно еще рассмотреть контроль метаболизма для увеличения силы атаки от эйфории и сосредоточенность для увеличения силы атаки от адреналина. Хотя лично я бы лучше вложил по одному навыку в несколько левых красных скиллов и запитал их мощным красным мутагеном, чем играть с этими желтыми навыками. Мутация, естественно эйфория. Знаки не качаем, так как они на платве не пригодятся. По оружию, ну как обычно, самые сильные клинки на атаке, которые можно зачаровать на воодушевление и еще, тем самым увеличить силу атаки. По броне, мантикора для связи с эйфорией, код для атаки или сет на силу критического урона. Любой из вариантов будет неплох. Зачаровываем их на легкость или на автоквен, ну или на защиту от стрел. Что касается отваров и эликсиров, то тут все тоже очень просто. Во-первых, отвар накера воина, который позволяет платве никогда не паниковать, а также увеличивает наносимый урон в конном бою. Урон он, конечно, увеличивает не так, чтобы сильно. Всего 50% от базового урона нашего меча. Причем этот урон игнорирует прирост от силы крита и прочих бустов. То есть фактически, если вы наносите монстру 2000 урона, а у вашего меча базовый урон 400, то после применения отвара наносимый урон станет примерно 2200. Не так, чтобы много, но тоже кое-что. Из остальных, Водяная Баба плюс Экима или Сукуб. Можно еще рассмотреть Альгулия, особенно если у вас стоит умение выброс адреналина. Если место под эликсиры осталось, то Гром для урона и Морибор для адреналина. Ну, на этом вроде как и все. Но я все-таки хотел бы кое-что добавить. На более высоких уровнях, когда у вас мощная броня, сильное оружие и правильная прокачка, ну, необходимости в платве особой нет. Вихрь и Игни доминируют по скорости убийства монстров, тут спора нет. И фактически, горцевать на платве и убивать так монстров, это скорее интереса и фана ради. Но вот на начальном этапе игры, применение платвы в бою очень вам поможет. Во-первых, тяжелые атаки наносят больше урона, чем обычные. Во-вторых, стабильный крит, который в начале игры не получить. В-третьих, отсутствие урона благодаря мобильности. Столкнулись с бесом, которого не можете просто убить? Зовите платву и наносите мощные единичные удары. Попасть по такому большому зверю проще простого. Убивает группа утопцев или бандитов? Ничего страшного, мобильность платвы сохранит вам жизнь. А мощная атака пробьет любую броню. Да и если честно, вот так вот скакать на лошади и убивать монстров прям, ну, очень занимательно. Сразу вспоминается Mountain Blade и такие нотки ностальгии. А вот теперь точно все. Всем спасибо за просмотр и я надеюсь вам понравилось данное видео, а значит оно заслужило лайка и подписки на канал. Также не забывайте включить уведомления через колокольчик и оставлять свое мнение в комментариях под видео. Все это очень помогает каналу и мне, как его автору. Ну а мы увидимся в следующем ролике уже очень скоро. На этом пока, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok